В 10 стихе 28 главы книги Бытие сказано «И Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан». По совету своей матери Ревекки, И Яков отправляется, как он думал, на недолгое время к своему дяде в Харан. Он оставляет родительский дом первый раз в жизни. И делает он это не потому, что желает испробовать силу своих крыльев или погулять по белому свету. Нет, И Яков не был таковым. Он любил уют родительского дома. Он был, как сказано, человеком кротким, живущим в шатрах. Была иная причина, почему И Яков отправился в путь. И Яков оказался беглецом по нужде. Он бежал, чтобы спасти свою жизнь. Брать его Иса, в которого он обманул, у которого он коварством и хитростью украл первородство, грозился убить его. Ревекка, мать его, узнав об этом, сказала И Якову, «И теперь, сын мой, послушай со слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда». Ревекка рассчитывала на то, что скоро все пройдет, и Исаф успокоится, и ее любимый сын вернется домой. Но, увы, вышло совсем не так. Дорого пришлось Ревекке поплатиться за свою сделку с Яковым. Она больше никогда не увидела своего любимого сына. Ее предполагаемое несколько времени, или, как в английском переводе сказано, несколько дней, продлилось до двадцати лет. Когда Яков вернулся, ее не было уже в живых. Да, как Ревекка, так и сын ее Яков были избранными детьми Божьими. Но вместо того, чтобы верить свое дело Богу, они взяли его в свои руки. Вместо того, чтобы взирать на Бога, который ей сказал, когда сыновья еще были в утробе ее, что больше будет служить меньшему, и позволить Богу исполнить свое слово, она берется помогать ему. Ведь Бог никогда не допустил бы Исааку благословить того, кого Бог не намерен был благословить. Может ли Бог нарушить свое слово? Никогда. Это возлюбленной невозможно. Но если так, тогда Бог не нуждается в нашей помощи. Он желает только нашей доверчивости, нашей веры. Но сколько раз во время испытаний нашей веры мы прибегаем к разным сделкам, чтобы ускорить исполнение слова, сказанного нам Господом. Но этим, дорогие мои, мы навлекаем на себя только ненужной скорби и страдания. Терпение нужно вам, говорит Слово Божие, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. И тут автор посланий к евреям добавляет эти знаменательные слова, цитируя их из книги пророка Вакума. «Праведный верою жив будет». Ведь и каждое обетование, которое Бог дает нам, должно подвергнуться испытанию. Поверить сказанному нам Богом нетрудно. Какую радость переживает душа, когда она получает какое-нибудь обетование от Бога? Но верить, когда все начинает противоречить сказанному, и кажется, что оно никогда не исполнится, такая вера угодна Богу. И вот в это время испытания мы делаем величайшее преступление, когда беремся помогать Богу, как бы ускорить ход дела, думая, что Бог без нас не справится. Это не что иное, как неверие, действие плоти, что Бог ненавидит и должен отвергнуть. Как раз в это время испытания, когда кругом темно, нет видимого, за что держаться, мы должны уповать на Того, Который дал обещание. Об Аврааме сказано, что Он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребывал тверд в вере, воздав славу Богу. Господь через пророка Исаию предупреждает и говорит, «Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге Своем». Что это значит? Это значит, что когда все как будто противоречит тому, что Бог обещал, обстоятельства, чувства, наш разум, логика, люди, все в один голос твердят «невозможно», тогда уповай на имя Господа, то есть на верность Божию. Имя Господа – это Его характер, и верность – это одно главное свойство Его характера. Бог верен. Он верен Своему Слову. Он не может иначе, как быть верным тому, что Он обещал. И тут следуют предупредительные слова для тех, которые берутся путем плоти ускорить действие Божие. «Слушайте, вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел раскаленных вами. Это будет вам от руки моей в мучении умрете». Возлюбленный, это не шутка иметь дело с Богом. Если Господь положил свою печать на тебя, если ты Его чадо, то знай, что Он не оставит тебя, пока не совершит свое дело до конца. «Куда бы ты ни бежал от Него, скрыться ты от Него не сможешь. Ты знаешь, – говорит псалмопевец Давид, – когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Дорогие мои, в этом и есть благодать Божия. Яков был человеком веры, он принадлежал Богу, и когда мы имеем дело с Богом, то все обстоятельства нашей жизни служат нам во благо. Сколько скорби и тяжелых переживаний нанес он на себе! Как дорого обошлись ему его ухищрения и его лукавства! Но Бог, которому он принадлежал, по великой любви и милости своей для детяти своего, из зла извлек добро, из Иякова сделал Израиля. Но совершить это святое дело Бог мог путем не только тяжелых испытаний, но и долгого ожидания. То, что Ияков думал получить сегодня, ему пришлось ожидать много десятков лет. Он думал поторопить Бога, Но это невозможно. У Бога свое расписание, и никакие попытки со стороны плоти не могут ускорить Богом назначенного времени. И Яков бежит. Наследник обетований Божих, человек, которому предназначено благословение Божие, делается беглецом. Но куда бы он ни пошел, думаете ли вы, что Бог его оставит? Никогда. Если мы неверны, он пребывает верен, сказано в Слове Божьем, ибо себя отрыться не может, благодаря неему за незреченную любовь его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Говорит псалмопевец. Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Да, Бог везде. И это узнал наш беглец в первую же ночь, проведенную вне родительского дома. Сразу после прочитанного нами 10 стиха 28 главы книги Бытие Яков же вышел из Вирсавии и пошел в Харан, сказано, «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце». Одинокий, усталый, с обвиняющей совестью и с тяжелым сердцем, и Яков готовится ко сну. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. Незавидный ночлег, твердая подушка, под открытым небом, одинокий. Так суждено ему было провести первую ночь своего побега. Но был ли он одинок? Куда пойду от духа твоего? Может ли тьма сокрыть меня? Нет, и тьма не затмит меня от тебя. Слушайте, «И увидел Яков во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бог его нашел в пустыне, Бог был там и явился ему во сне, на самом невероятном месте в пустыне, да сойду ли я в преисподнюю и там ты, благодарению Господу. И какой удивительный сон приснился Якову. Лестница. И стоит она твердо на земле, а верх ее доходит до самого неба. Господь через этот сон показал Якову, что небо не безразлично тому, что происходит здесь на земле. Чадо его не оставлено на произвол судьбы, но он назначил ангелов, которые, как сказано в первой главе посланник евреям, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Но небо связано с землей не только посредством служения ангелов, сам Господь заинтересован ею. И что его так интересует здесь, на этой земле? Дорогие мои, он заинтересован тобой и мной. Потому невольно хочется воскликнуть вместе с Давидом, когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну, на звезды, которые ты поставил, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Подумайте, что Бог вспомнил этого одинокого беглеца Иякова, человека, провинившегося, с тяжелым сердцем, страдающего от угрызения совести, обидевшего родного брата и обманувшего отца своего. Да, в этом человеке Бог заинтересован. Ему он говорит, я Господь Бог Авраама, отца твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространиться к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени твоем все племена земные. Представьте себе, такому человеку Господь дает такие чудные обетования. Не следовало ли его обличить, привести к сокрушению и к покаянию, а не обойти все это и давать такие обещания? По всей вероятности, мы бы так поступили. Но, дорогие мои, Бог не человек, и Он знает, как поступать с каждым из нас. Вместо того, чтобы напомнить Якову о его гнусном грехе и тут же заставить его покаяться, слушайте, что Господь ему дальше говорит. И вот Я с тобою. Как же так? Как может Господь быть с таким грешником? Но слушайте, что дальше говорит Господь ему. И сохраню тебя везде, куда ты ни пошел, и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Возлюбленные, предоставим Богу совершить свое дело так, как Ему угодно. Не торопите его. Он знает лучше, как поступить с каждым из нас. Это никоим образом не значит, что Бог безразличен к нашим согрешениям, и Якова преступление Он не обойдет, но в свое время приведет его к такому покаянию, что в результате этого покаяния Яков остальную свою жизнь будет хромать на бедро свое. Видите, Яков не был готов. Он себя еще не познал. Дайте Ему время. Он должен пойти в исправительный лагерь своего будущего тестя перед тем, как он очнется. Блудный сын должен был дойти до свинарника, чтобы вспомнить дом отца своего и быть готовым признаться, как горько он согрешил против него. Пусть сам Господь совершит свое дело, ибо, говорит Он, Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Будьте уверены, дорогие мои, что Бог, который начал в нас свое доброе дело совершить его даже до дня Иисуса Христа. У Бога нет незаконченного дела. Если Он уже спас твою душу, то ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить тебя от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Он не даст никому и ничему похитить чадо Свою из руки Своей. Слава и благодарение Ему! Отец Мой, говорит Христос, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Это, мой друг, не дает тебе права на грех, ибо Бог по ругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. И, как я сказал вначале, это не шутка иметь дело с Богом. Что говорит Писание? Сын Мой, не пренебрегай наказаний Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого не наказывал Отец? «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны», говорит Слово Божие. В этом его жезле мы имеем утешение, что кого Господь любит, того и наказывает. Мой дорогой друг, может быть, ты бежишь от Бога, как некогда бежал Яков, знаешь, что тебе не скрыться от Него. Куда бы ты ни пошел, рука Его найдет тебя. Не избежать тебе Божьей дисциплины, если ты не покаешься. Знай, что это благость твоего Бога, который ведет тебя к покаянию. Он не оставит тебя, доколе не исполнит того, что сказал о тебе. Поэтому вернись к Нему сейчас, и Он примет и простит тебе все согрешения твои. Слава и благодарение Ему!